Вот эти вот жучки там или что-то на сайтах выкладывают, там и две тысячи долларов, и три тысячи долларов, ну, на иностранных сайтах. Я говорю, ну, значит, у меня нормальная цена. За окаменелость Михаил Размаев просит в интернет-магазине один миллион рублей. Чувствует покупательский интерес. Просмотры его объявления достигают 150 в день. Окаменелость была найдена в архипа Осиповке, в устье и реке. Здесь видны отпечатки растений и животных. Экспертизу, конечно, никто не делал, предположительно, период мезозоя, но это не точно. Сама форма окаменелости напоминает отпечаток стопы. Можно увидеть пальцы и пятку, и даже примерно определить размер 41-й. И все это в окружении доисторических существ. Возможно, донных червей, трилобитов. Но что, если желаемое за действительное выдает воображение? Тут поможет только профессиональная оценка. Если находка очень хорошая, целая, сохранила все морфологические черты, если она определена, да, она будет иметь большую ценность, но это не те миллионы, сотни тысяч, конечно. Михаил и сам не против экспертного заключения, но с продажи лот все равно не снимает. Убежден, что окаменелости более 50 миллионов лет. Сознание будоражится, взрывается, да, от того, что ты соприкасаешься, ну, почти что с вечностью. За самое древнее колесо в мире краснодарец просит красивую семизначную сумму, камень или непонятно что. Так и написано. Продают в Анапе за 70 миллионов рублей. В Ейске предлагают купить метеорит за 30 миллионов рублей. Продавец согласен на любую экспертизу, но самостоятельно ее не делал. Так что купить камень без сертификата за такую сумму может лишь тот, кто сам обманываться рад. Если они не выставляются, то это большое сомнение сразу. Потому что, ну, вы сами понимаете, покупая любую технику, не говоря уже о таком необычном явлении, всегда человек смотрит, что паспорт. Юрий Строганов из Ейска свой настоящий метеорит не продает. Образец, говорит, марсианского происхождения. Сейчас он занимается сертификацией внеземного объекта, хочет занести его во всемирный каталог метеоритов. Он упал в 97-м году в районе Ейской косы. Желание разбогатеть на звездных камнях с космическими ценами может сгореть в атмосфере юридических сложностей. Закон позволяет торговать метеоритами, но тут есть тонкости. Если продавец под видом метеорита или какого-то редкого камня предлагает на самом деле простой камень, то, естественно, это подпадает под статью 159 мошенничество. Наказание будет тем суровее, чем выше стоимость подделки. Подлинность метеорита может подтвердить официальная лабораторная экспертиза. Оформление такого сертификата автоматически увеличит цену камня, но в любом случае это десятки тысяч, а не миллионы рублей.